Периферийное зрение 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 в описании под данной трансляцией. И, естественно, я призываю вас устанавливать этот плагин, потому что через него мы будем отправлять вам важную информацию. То есть вы, сидя у себя за компьютером, будете получать в браузере оповещение о какой-то важной информации, о каких-то новостях срочных, о каких-то незапланированных эфирах, о чем-то еще. Сейчас приложение скачали уже порядка тысячу человек. Сегодня мы протестировали, сделали два пробных запуска. Вот человек пишет, оповещение было, все работает. Видите, как хорошо. Поэтому будем продолжать эту систему пользоваться. Она очень удобная, это гораздо проще, чем собирать там ютубовскую трансляцию. Не у каждого есть возможность ее там включить на работе, где-то еще. Поэтому короткое текстовое оповещение, там что-то случилось, или там что-то изменилось, или какая-то, я не знаю, там статья, нужно зайти и где-то проголосовать. Об этом мы скажем, в общем-то, чуть позже, да, по поводу того, где и за кого голосуем. Очень быстро сегодня очень так попробуем динамично провести эфир. Вот вопросы нам задают, и мне говорят, что я читаю только плохие вопросы. Вот не угодишь зрителям, да, то есть, когда мы читаем хорошие вопросы, нам говорят, вы не читаете неудобные вопросы. Я читаю неудобные вопросы, мне говорят, ты специально читаешь негатив. Ну, в общем, какие нашел, такие и зачитываю. Я обещал, что буду читать комментарии под своими трансляциями, читаю все ваши комментарии. Опять же говорю, что многие я нахожу достаточно занимательными, на некоторые мысленно отталкиваете меня интересные, да, за это вам спасибо. Александр Сизухин нам пишет. Друзья, вы прекращаете отвечать на вопросы только за перечисленные деньги, по донату отвечаете. Мне пишут, что вы тут зарабатываете деньги, скатились там и так далее. В общем, я понял, что человек наш подписчик, и достаточно давно нас смотрит, поэтому я взял этот вопрос, да, то есть, это не просто какой-то такой издевательств, ну, во-первых, Александр, вот я вам сейчас бесплатно ответил, да, вы нам не за деньги прислали этот вопрос, это, во-первых. Во-вторых, я читаю ваш чат, вот тут друг друга люди поздравляют со Старым Новым Годом, там, и так далее, да, вот спрашивают меня точно ли я все читаю, к сожалению, да, вот в данном случае. Так, сейчас, еще раз, у меня сразу мысль на мысль, да, поэтому, что касается зарабатывания денег и ответов через донаты, донатов в последнее время не так много, и чат мы, безусловно, читаем, донаты просто, они, скажем так, отсекают какие-то, какое-то просто ваше внутреннее общение, какой-то флут, какой-то там, я не знаю, не особо адекватные комментарии такие тоже есть, поэтому стараемся отвечать на все и сразу, и в том числе вот на комментарии, которые вы оставляете после окончания видео. И вот Николай Панченко очень меня порадовал, большой такой комментарий отправил. Николай, я с вашего позволения немножко его сокращу. Сергей, хотелось бы высказаться по поводу вашего предложения, обратиться в Страсбургский суд или как-то выйти на администрацию Трампа. Мы на прошлой программе об этом говорили на моей, и вчера мы говорили в плохих новостях об этом с целью защиты российских политических диссидентов, да, в частности, про Дадина мы говорили. Николай нам пишет, я сам противник путинского режима, но считаю, что для Запада Путин и его режим вовсе неплохое дело. И так как они сейчас ругаются на путинщину, завтра будут его или его приверженцев поддерживать, кричать на весь мир о том, что это единственная легитимная власть в России и так далее. Капиталы, тут человек достаточно серьезную такую позицию высказывает, и я с вами абсолютно согласен, и я очень рад, что кто-то еще это понимает. Хотя это, кстати, на самом деле многие понимают, и мы видим, да, кто у нас получает из-за рубежа, какая оппозиция у нас получает из-за рубежа спонсирования, да, видим, чем эта оппозиция занимается. Поэтому, конечно же, если бы был невыгоден нынешний режим Западу, так масштабно, скажем, Соединенным Штатам, всяким другим странам, да, и участникам мирового какого-то процесса, да, то тогда, конечно, все было бы немножко иначе. Но мы как бы, нам никто там, Обама, не Обама, не Трамп, нам денег не шлет, и нужно понимать, что каждый отдельный случай может как-то выбиваться, и мы об этом знаем, да, то есть большое общественное такое, большое общественное давление со стороны Запада, там, в частности, по Савченко, кто бы к ней как ни относился, вообще пусть она самая плохая в мире, допустим, я не об этом сейчас хочу сказать, хочу сказать о том, что это привело, да, к, в общем-то, каким-то последствиям к ее освобождению, поэтому будем надеяться, что ситуация с Дадином, она все-таки будет какое-то вот такое развитие получать. Но мы сейчас видим некоторые такие, как вот мы анализируем какую-то информацию, мы видим, что некоторые скромные такие пока шаги, но все же нынешняя власть делает, и мы видим, на что она намекает. А намекает она на то, что Дадин будет освобожден, при каких условиях и как это произойдет, это, честно, мое мнение, когда это произойдет, это тоже важный вопрос, это может произойти через неделю, а может через полгода, разница есть очень большая, как мы понимаем. Поэтому, как бы, будем надеяться, что это будет, конечно, быстро развиваться. И тут у меня, я говорю, все мысленно-мысленно набегает про донат, возвращаясь к предыдущему комментарию. У нас сегодня, поскольку мы через другую систему вещаем, донаты не будут выходить на экран, это, так скажем так, вынужденные издержки, минусы, да. Но я их вижу, вот Роман Кам нам пишет, 32 минуты назад получил Мендведевские 5000, поделился с Хунтой. Но прислал нам 200 рублей, большое спасибо, Роман, за ваше участие. Поэтому я ваши донаты вижу, если кто-то хочет поддержать, пожалуйста, присылайте, буду их обязательно зачитывать. И очень важное объявление. У нас такое вчера, очень нас порадовали, да, мы ночью наткнулись на замечательный портал, есть ссылка в описании. В чем заключается суть? Суть заключается в том, что на портале Госиндекс сейчас проходит голосование. Кстати, достаточно приличный сайт, ну, так, скажем так, не какой-то желтый, да, проходит голосование, в которое включили Вячеслава Мальцева. И голосование это называется «Немного, немало мракобес года». Вот, я не шучу, вы можете зайти и посмотреть, то есть выбирают мракобеса года. И тут вот в компании с Вячеславом Мальцевым, например, Хирург, Кургинян, Холмогоров, Поклонская, Чаплин, кто еще, Энтео, какие-то люди, которых я вообще не знаю, движение НОД, между прочим, все вот так, как вид. Движение 40-40, Казаков, тут какой-то Ельцин-центр, Кубанские казаки, Мизулина, Михалков, Никита Сергеевич, Боголюбово, кто такой Боголюбово? А, жители города Боголюбово, то есть все жители города Боголюбово стали в таком голосовании замечательным. Люди, наверное, очень надеялись, что мы как-то там начнем там ругаться, там немедленно исключите нас оттуда, там мы на вас в суд, а нам очень понравилось, замечательно, мракобес года, как классно, вот, уделать поклонскую там хирурга, да, НТО в голосовании мракобес, наверное, какую-то статуэтку должны там демон в Рубеле нам прислать, я не знаю, что это должно произойти, поэтому мы очень хотим в этом победить, это очень интересно, очень важно, поэтому, да, обязательно, ни в коем случае мы не призываем голосовать за кого-то против, чтобы Мальцев там был последним, наоборот, давайте выигрывать мракобеса годы, это очень важно, ссылка в описании есть, и, как вы думаете, тут же есть обоснование, почему люди попали в этот список, вот там НТО против искусства и орального секса, хирург против театра, там Проханов против ягодиц байкеров, я половину даже не понимаю, о чем идет речь, а Вячеслав Мальцев попал в этот список, вот это нарочно не придумаешь, против носорогов, я не шучу, это действительно так написано, поэтому обязательно нужно победить, нам должны, наверное, золотого носорога какого-то прислать, в общем, это тоже такое объявление, ссылку, да, за Мальцева голосовать спрашивают, анти-пиар, замечательно, анти-пиар это вообще самый лучший пиар, поэтому давайте обязательно в этом голосовании выиграем, станем мракобесами года, это очень классно, уделаем Мизулину, уделаем Хирурга, голосуем за мракобесов года, и мы об этом в плохих новостях сегодня тоже скажем, разошлем оповещение через гугловскую систему, на этом, в общем-то, такая объявляющая часть, скажем так, завершена, да, закрыта, коротко пробежимся по новостям, и, в общем-то, перейдем ко второй части, да, еще про сайт, скажи, сайт запустили, да, тоже есть в описании ссылка международных новостей, он пока набирает обороты, если у вас есть желание в этом поучаствовать в качестве переводчиков или корреспондентов, нам, в первую очередь, нужны именно вы, поэтому там есть форма обратной связи на этом сайте, отдельная почта, я этим не занимаюсь, я вам скажу честно, поэтому, конечно, те люди, которые мне пишут, я стараюсь вам как-то отвечать, но давайте все-таки не будем все, все, все сразу мне отправлять, есть отдельная почта, у нас отдельный человек, очень, очень квалифицированный в этом вопросе, профессионал, вопросов нет, и я думаю, что он, в общем-то, легко этот вопрос наладит, работу с нашими корреспондентами, а занимается этим сайтом Марк Гальперин, кстати, мы его попросили, пригласили к нам в команду, скажем так, да, поэтому тоже небезызвестный человек, который, в общем-то, занимается нашим сайтом, я думаю, что об этом мы еще много раз скажем, и вы можете посещать сайт, он будет набирать обороты, меняться, а может быть и не будет меняться, но набирать обороты, я уверен, что будет, что касается новостей, вот назначена дата рассмотрения петиции об отмене пакета Яровой, то есть я все думал, что они вообще будут спускать на нет, а вот нет, 19 января рассмотрят петицию об отмене пакета Яровой, кажется, вот тут все очень просто и примитивно, и, ну, понятно, что могут, как могут рассмотреть петицию об отмене пакета Яровой, конечно же, не будут его отменять, этот пакет, казалось бы, да, но вот некоторые люди нам, скажем так, как то, что мы называем «пятой колонной». Они нам намекнули, что там могут быть некоторые противоречия, поэтому 19 января будет рассмотрена эта петиция. Напомню, что она набрала больше 100 тысяч подписей на сайте российской общественной инициативы РОИ. Не знаю, я скептически отношусь к петициям, и меня даже за это критиковали, я помню. Но не знаю, в данном случае она куда-то прошла, где-то будет рассматриваться. Если те люди, которые нам подмигнули, правы, то тогда я понимаю, зачем это делается. Если не правы, то тогда в петициях нет никакого смысла. В общем, пока так я анонсирую некоторые вещи, которые нам сообщили. А потом, если действительно оно сыграет, то это будет очень интересно. Я думаю, что мы скажем обязательно об этом. Более 100 тысяч человек подписали петицию против передачи Исаакиевского собора РПЦ. РПЦ тоже очень активно сейчас это обсуждается. Наверное, главная тема последних нескольких дней. Вчера были некоторые активисты, которые залезли на колонны, хотели там развернуть баннер «Слава богу, не РПЦ», но кусок баннера у них отняли, где было написано «Слава богу». И они вывесили просто «Не РПЦ». Это так апокрифично выглядело. Какую бы часть этого баннера у них не отняли, это в любом случае выглядело бы здорово. А сегодня эти же активисты или какие-то другие залезли с флагом анархистов, я так понимаю, и с надписью «Единственный выход сопротивления». Хороший такой лозунг, мне понравился. Поэтому завтра там будет в Санкт-Петербурге митинг, который будет проходить в формате встречи с депутатами. Поэтому очень хорошо набирает обороты эта тема. Ну, конечно, если вы меня спросите, я не православный человек, но я, конечно же, против передачи Исаакиского собора РПЦ. Не потому, что это там православный объект или неправославный. Я не рассматриваю РПЦ как религиозное учреждение, я рассматриваю это как ЗАО, закрытое акционерное общество, которое, в общем-то, имеет очень плохую репутацию, скажем так, коммерческую репутацию. И поэтому я, естественно, против передачи памятников культурного наследия и каких-то символов Санкт-Петербурга, символов вообще России в ведение, скажем так, этой неэффективной коммерческой организации. И вот Вадим Суходольский, депутат ЗАГС Собрания Петербурга и противник передачи Исаакиевского собора, заявил, что ему поступают угрозы. И какая-то странная ситуация, значит, заявил, что возле подъезда его встретил некий человек, который спросил его, хочет ли он долго и спокойно жить. Он, там, я не знаю, что он ответил, да, но ему намекнули, что если он хочет долго и спокойно жить, то не надо заниматься вопросом из Исаакиевского собора. И все, и этот человек ушел. Я, если честно, не знаю, я не исключаю, что это может быть и достаточно серьезно, я не исключаю, что это может быть какие-то вот сумасшедшие типы Энтео и так далее. Но, безусловно, если вы занимаетесь политикой, будьте готовы, что рано или поздно вас могут встретить у подъезда, да, и, в общем-то, какие-то противоправные действия, скажем так, с вами совершить, да, и как бы надо быть просто к этому готовым. Я не, там, не строю из себя какого-то Рэмбо, там, не говорю, что вот я такой, там, крутой, да, но просто когда люди занимаются политикой и, ну, как вам объяснить, вот меня всегда удивляет, вот есть какой-нибудь условный, там, я не знаю, политик, назовем его, например, Яшин, никому неизвестная фамилия, обычная среднестатистическая. Вот этот обычный среднестатистический никому неизвестный Яшин заявляет, в России беспредел, в судах все несправедливо, всех сажают по надуманным делам, людей убивают и так далее. И как только убивают Бориса Немцова, Яшин открывает рот и в таком ужасе находится. Ну, то есть, получается, либо до этого он сам не верил в то, что он говорил, но происходит все то же самое, о чем ты говорил, получается, да, в чем, что ты удивляешься, ты же сам об этом говорил. Нет, человек как-то удивляется, почему-то у него это вызывает какой-то ужас, шок, он там как-то собирается куда-то эмигрировать, то есть, получается, что до этого человек в это не верил. У меня вот такой вывод как бы приходит, да, поэтому если мы говорим, что в России происходит беспредел, то нужно быть готовым, что этот беспредел коснется каждого из нас, да, и не удивляться, если мы как-то не смогли с этим беспределом бороться. Просто не удивляться, дело не в том, как к этому относиться, просто не удивляться. И у стен Исаакиевского собора активисты прочитали Конституцию, стоя на коленях, не смогу я вам, к сожалению, фотографии показать. Это достаточно странная акция, я не поддержал бы ее, вот если бы меня как бы попросили поучаствовать в политической акции, люди пришли, встали на улице на колени и начали читать Конституцию, что от этого изменилось. Ну, я не знаю, как... у меня даже как-то нет какого-то внятного комментария. Публичные мероприятия, они должны либо привлекать людей, то есть люди должны видеть и говорить, да, вот это же важная ситуация, либо должны какое-то... да, 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 привлекать единомышленников, конечно, да. Либо это должно быть какой-то, ну, скажем так, угрожающий эффект, да, то есть там тысячные митинги, там люди бьют касками по земле, там, ей мы идем на Кремль, ну, грубо говоря, да. Конечно, в данном случае это не попадает ни под первую, ни под вторую категорию. Я вот не хочу вставать рядом с этими людьми на колени, и я думаю, что власть не испугалась, увидев людей, которые встали на колени и читают Конституцию. Конституцию. Но это определенные такие художники-акционисты, я за любую политическую акцию, если она оппозиционная, поэтому ничего против не имею, но я бы не поддержал, просто мое личное мнение. Возвращаемся, в общем-то, помимо Петербурга, есть большое количество других городов. Вот мэр Томска, например, там интересная ситуация, за его отставку уже 15 тысяч горожан подписали, в общем-то, подписи, да, подписали подписи, подписали петицию, конечно же. Причиной стал неубранный снег и развал транспортной сети, в котором обвиняют мэра Томска Ивана Кляйна. Вот такая у него замечательная фамилия. И как вы думаете, что на это ответил Иван Кляйн? Я вам сейчас найду прям прямую речь, она очень интересная, очень хорошая. Где-то она у нас была. Нету, представляете, это прямая речь. Очень странно. Ну, если коротко, то обвинили Госдеп США. Это, я причем даже не иронизирую, многие именно с таким заголовком сегодня выпустили эту новость, потому что мэр сказал, что там какой-то пендосский сайт это все собирает, и это политический заказ. Причем мне всегда нравится, человек обвиняет в каких-то действиях, и он не говорит, что я в этом не виноват, это не так, или там, это виноват не я, а он начинает как бы в ответ обвинять тех, кто обвиняет его. Вот это всегда самое забавное. То есть ему говорят, вы снег не убирайте. А он про снег вообще не говорит. Он говорит, да это Госдеп США, это пендосы, это там гейропа и так далее. Снег-то че? Вот как тебе? Иван Кляйн, ты про снег скажи, и про транспортную сеть. Пендосы, пускай, вот ты скажи, что снег убирается, и транспорт ходит. И все, и пендосы там, или Госдеп, или гейропейцы, кто нападает на тебя, не важно. Мы тебя защитим, Иван Кляйн, мы тебя защитим. Ты только снег почисти, и мы будем тебя защищать от гейропы. Мэрия Екатеринбурга отменила 114 маршрутов общественного транспорта с 1 июля. Вот Ройзман не помог, да, я неплохо отношусь к Ройзману, но там 114 маршрутов, да. Но я, насколько понимаю, вот мы связались с екатеринбургскими нашими сторонниками, сказали, что там даже они половину не знали существования этого транспорта. То есть, я так понимаю, что это какие-то нерентабельные, фейковые, да, какие-то там межрегиональные, там, из одной деревни в другую. Но, тем не менее, конечно, ничего хорошего в этом нет. Хотя, с другой стороны, можно привести пример Саратской области, да, где ходит огромное количество регионального транспорта, опять же, из одной деревни в другую. А на самом деле его просто не существует. То есть, я знаю ряд поселков, вот, например, замечательный поселок Вох. Если мы берем с вами смету в правительстве Саратской области о обеспечении транспортной сети, да, и о субсидировании, и очень долго в ней копаемся, то выясняется, что в поселок Вох, прекрасный мой замечательный, мой любимый поселок Вох, ходят целых 4 автобуса ежедневно. Вот, и, следовательно, выделяются деньги на это. А ходит туда всего один автобус один раз в неделю. Вот, следовательно, все остальные деньги, мы можем догадаться, где они находятся. Конечно, конечно, поэтому, вот, да, абсолютно верно, конечно. И вот эти мертвые души, абсолютно верно, мертвые автобусы, они вот таким грузом всегда были, и под них наверняка выделялись какие-то деньги. А были они в природе? Видел ли кто-то эти маршруты? Хотя раз они ездили куда-то или не ездили, никто не знает. Да, конечно, поэтому сейчас подчищают таким образом. Поэтому не знаю, хорошо к этому относиться или нет. Вот, пишет Ройзман Козел. Ну, я не фанат Ройзмана, у меня такая странная ситуация была. Мне Ройзман один раз даже пытался помочь. Причем очень странно, я к нему не обращался, я вообще в жизни не знаком с Ройзманом, и даже не, так сказать, не читаю его там какие-то в Фейсбуке или что-то еще. У меня был там конфликт с саратовской полицией на тему наркотиков. Но, в смысле, не у меня наркотиков, а я там антинаркотические мероприятия проводил. И до нас наехали из-за этого. И мне позвонили из приемной Ройзмана. Вообще, я не знаю, откуда они взяли мой телефон, я никак нигде не обращался к ним. Они мне позвонили, сказали, что я могу рассчитывать на их поддержку. Меня это очень удивило. То есть губернатор какого-то совершенно другого региона звонит мне, помощница. Мне говорит, вот мы как бы готовы вам помощь оказывать, там вы скажите, что вам нужно. А на тот момент уже у меня вопрос был решен. Я был очень удивлен, я с трудом представляю, что мне кто-нибудь какой-нибудь... Да, какой-нибудь мэр там Новосибирска мне позвонит и скажет, нужна ли мне какая-нибудь помощь. Но очень странно. А вот Ройзман не побрезговал, да. Поэтому я был удивлен, и к Ройзману отношусь неплохо. И до этого относился хорошо. То есть это не то, что он меня купил таким образом. Байчане выгрузили машину снега перед администрацией города. Уже классика. Навоз там. Причем я смотрю, это такое местное развлечение. В Бийске такой прекрасный город. Там уже я нашел три или четыре новости о том, что там выгружали навоз, выгружали какие-то конские головы. Я не знаю, что там происходит, но это очень забавно. Да, я в этом очень хочу поучаствовать. Поэтому если мы мимо проедем, обязательно я у кого-нибудь прошу конские головы, навоз, ну или на крайний случай снег, и очень хочу, значит, высыпать его возле администрации. Ну, тут возбудили административное дело, конечно же, по статье 12.33. Сред повреждения дорог, железнодорожных переездов, других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, которые создают угрозу безопасности дорожного движения, равноумышленное создание помех в дорожном движении. Короче, полный бред. Но, в общем-то, от 5 до 10 тысяч рублей грозит штраф. Но я думаю, что как бы я вот с удовольствием, например, там какую-то денежку бы кидал, чтобы конские головы возле администрации, например, Саратова высыпали. Я прям вот все 10 тысяч отдавал бы, чтобы раз в месяц конские головы появлялись у администрации города Саратов. Было бы очень весело, мне бы очень понравилось. На цену дурные конские головы. Воронежские власти отменили выплату 10 тысяч рублей при усыновлении ребенка. Несмотря на то, что власти заявляли в прошлом году, что кризиса нет, и деньги есть, и все хорошо, но, в общем-то, вот с 17-го года 10 тысяч рублей при усыновлении ребенка отменили. Ну, во-первых, вот для меня стало удивительным. Ну, неудивительным, я просто не знал именно сумму, да, 10 тысяч за усыновление ребенка, усыновление, да. Ну, я как-то даже не знаю, большая ли это потеря, да. То, что, конечно же, приемные семьи не должны получать такие микроскопические деньги, должны иметь определенный подъем. Но это тоже очень такая серьезная тема. Мы боролись с закрытием детского дома номер 2 в Саратове, очень приличного заведения. Сложная история. То есть в Саратове, во-первых, ну, давайте пару минут скажу, потому что это действительно интересно. Президент тогда еще Медведев подписал концепцию о сокращении, оптимизации детских домов в России. И все очень порадовались, сказали, да, сказали, что теперь вот закроют все эти, там, эти вот бараки, в которых живут дети и так далее. Таким образом закрыли все детские дома в городе Саратове, абсолютно все, ни одного. И всех детей отправили в область, куда-то в Аткарск, в Балаково, в Александровгай, куда только не отправили. И вот там действительно люди как раз живут, но если не в бараках, то в таких очень стареньких советского типа постройках. А детский дом номер 2, он был абсолютно образцовым. Туда мог прийти любой желающий. Я там был несколько раз. Дети в идеальных условиях вот не хуже, чем у нас. Вот я на полном серьезе говорю, живут. Я видел, чем они питаются. И там была уникальная система воспитания детей. И там была уникальная школа приемных родителей. И были уникальный персонал. То есть это для меня тогда вообще просто поразительная была вот эта история. Мы устраивали митинг достаточно большой в Саратове. И большой ажиотаж этому придавали. В течение года мы отбивали вот этот детский дом номер 2. Его хотели закрыть в сентябре, а закрыли только через год. Из-за того, что мы, в общем-то, всеми силами и правдами, и неправдами старались как-то в это упираться. И тогда как раз петиция против закрытия детского дома номер 2 стала самой популярной на сайте Change.org. То есть она заняла самое первое место. Там было больше 300 тысяч подписей. 300 тысяч – это очень серьезная сумма. Это я хочу напомнить. Тогда сайт был только-только развивался. Там 14-й год это был. То есть сейчас там, да, там за отставку Мудкопа 800 тысяч – это нормально. Там за отставку Медведева по 500 тоже нормально. А саратовский региональный такой масштаб – 300 тысяч. Тогда это была бешеная сумма. Но, тем не менее, вот не смогли мы полностью этот процесс остановить, потому что это, конечно, государственная политика. Это не региональный беспредел, это государственная политика. И вот сейчас, конечно, все это разворовано. И система, конечно, ухудшает только положение детей-сирот. И вот мы на примере и Саратова, и других городов видим, да. Рабочих оконного завода Китеж оставили без зарплаты и работы. Вот я постоянно читаю Кутеж. Такой, да, Китеж. Я постоянно читаю Кутеж. Завод Кутеж. Хорошее такое название. Ну, ничего удивительного. Тут буквально каждый день, без преувеличения, уже остаются заводы, появляются и остаются, на которых есть огромные задолженности, никому ничего не платят. И я недавно товарища своего встретил, он на заводе в Саратове работает. А я слышал, что у них какие-то проблемы с выплатами. И я его встретил в Москве совершенно случайно. Я говорю, вот, привет, привет. Я говорю, а что ты в Москве делаешь? А я, типа, вот уже здесь полгода живу там, что-то какую-то работу нашел более-менее приличную. Я говорю, а ты же вот там работал на заводе. Кстати, он там какую-то руководящую должность занимал достаточно сильную. Ну, бригадир, в смысле, не какой-то там начальник, бригадир. Вот, получал достаточно неплохие деньги. Он говорит, да, я, типа, уволился там, вот, денег не платят. Ну, вернее, говорят, нет, платят. Вот, говорит, вчера мне заплатили за апрель. Вот, то есть, это вот было там неделю назад. То есть, в декабре ему заплатили зарплату за апрель. Вот такая вот ситуация. Ну, там хотя бы какую-то платят, потому что мы знаем места, где вообще не платят ни копейки, ни за апрель, ни за какие месяца. То есть, человек полгода вообще без зарплаты сидел. А вот в декабре ему за апрель заплатили. Он очень рад этому, то есть, хоть что-то. На Ставрополье священника отстранили от службы за обвинение патриарха в ереси Вот такая интересная новость Андрея Соколовых, православный священник На пять лет его отстранили от службы Запретили преподавать богословие В общем-то, назвал он патриарха Кирилла В общем-то, там достаточно длинную, он такую интересную фразу выдал Но, в общем-то, да, в конце ее обвинил в ереси И сделал он это ВКонтакте на своей странице То есть, опять у нас за слова, да, какая-то ответственность Но я хочу, в общем-то, слова поддержки этому священнику выразить, безусловно Потому что я думаю, что как раз вот такие люди, они еще оставляют такие надежды, да Что есть у нас какие-то еще адекватные православные священники Потому что, конечно, то, что сейчас происходит с православием И главный у нас, главный христианин Это человек, который ездит там на мерседесах с охраной Там с убирающимся крестиком золотым на голове и так далее Любой человек, который сейчас высказывается против него В церкви сразу становится там бесом, да Но вот я думаю, что на самом деле в лице вот этой церкви, наверное, да Он становится бесом А в лице обычных нормальных людей он только уважение заслуживает Поэтому я, в общем-то, ему слова поддержки могу только сказать Не знаю, что он за человек, чем он занимается Если у него будет какое-то желание выйти к нам в передачу Вообще с удовольствием, при великим я с ним пообщаюсь Прям вот, прям очень я бы это хотел сделать Поэтому приглашайте, если вдруг кто-нибудь, у кого-нибудь есть выходы на этого священника Прям с при великим удовольствием я бы хотел с ним пообщаться Я думаю, Вячеслав Иванович тоже был бы не против Новосибирский митрополит назвал балет «Щелкунчик» оккультной постановкой И тут мы сегодня тоже в такую дискуссию вступили Потому что пришли к выводу, что он прав Но вообще так, если с глобальной точки зрения Балет, да, безусловно, там рождественская атмосфера Все красиво так и как-то это лирично, романтично, да Но если мы почитаем произведение, то мы, в общем-то, поймем, что, наверное, да Без балета, да, 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 поэтому без балета, да, конечно То мы поймем, что, наверное, там есть такие определенные мистические, оккультные и так далее составляющие Становится ли от этого произведение хуже? Ну, наверное, нет А есть ли оккультные, мистические составляющие, например, у Гоголя? Ну, конечно, есть, но там вообще весь Гоголь Это сплошной оккультизм и какие-то там мистификации, мистика и так далее, да Бесовщина, как бы это назвали Но, однако, все очень любят Гоголя, поэтому я люблю Гоголя Я не думаю, что кто-то перестанет ходить на Щелкунчика Потому что в Новосибирске какой-то митрополит назвал его оккультным Не знаю, попаду ли я в рай из-за того, что я смотрел балет Щелкунчик Может быть, нет, но я думаю, что если это самый мой серьезный грех То, что я смотрел балет Щелкунчик, то я думаю, я прожил неплохую жизнь А вот очень мне понравилась новость Сегодня вот дальше идут прям заголовки, которые... Эх, парапсихолог предсказал сход асфальта вместе со снегом в Саратове весной Вот такой интересный заголовок Саратовский парапсихолог Сергей Ланг Уверен, что этой весной вместе со снегом в Саратове сойдет асфальт Вот так вот замечательно он заявил об этом на пресс-конференции в Консомольской правде Я вдруг понял, что я тоже парапсихолог, и вы здесь все парапсихологи И все наши зрители парапсихологи, да Потому что, как бы, он мог еще предсказать, что летом станет жарче, чем зимой Еще он мог предсказать, что, там, я не знаю, будут продолжать воровать Или что-то еще, то есть настолько очевидны вещи Но это парапсихология, не хухры-мухры Поэтому, если до этого у меня еще были сомнения, то теперь у меня вообще нет никаких сомнений Потому что парапсихолог нам все предсказал уже, да В Дагестане сотрудник центра Э обыскали детский сад Я все, я так ждал эту новость Вот здесь прям ряд новостей, которые обязаны произойти, да То есть студентов привлекали, школьников привлекали Я все ждал, когда начнут привлекать детсадовцев, а потом грудничков обязательно А? Да, да, конечно, это юные экстремисты Ты что, сегодня они, значит, там в соску что-то мычат А завтра они уже будут писать, там, писать на Исаакиевском соборе Слава богу, что не РПЦ, да, и Конституцию читать на коленях Поэтому тут сообщается, что это все неправильно Они там обыскали какую-то камеру, которая, видеокамеру, я так понимаю Которую поставили незаконно и так далее Почему-то занимается Центр по борьбе с экстремизмом Для меня загадка, есть Министерство образования Есть всевозможные комиссии по образованию Это, в общем-то, образовательное учреждение Причем здесь экстремизм и видеокамера, которые повесили там в администрации детского сада И, в общем-то, там родители этим недовольны Но это как-то странно То есть хоть чем-то нужно заниматься Вот по борьбе с экстремизмом люди там в детских садах изучают, правильно ли находится камера Да, вдруг там щелкунчика показывают Да, возможно, возможно Но тогда это РПЦ должно этим заниматься Тоже не по борьбе с экстремизмом Да, согласен, совместная акция Хорошо Профилактический рейд Профилактический рейд И суд вынес приговор жительнице Гордина Которая сохранила в альбоме социальной сети порно-картинку Отпор на картинке до революции, в общем-то, шагом Два шага сделать То есть девушка на полном серьезе получила 690 тысяч рублей штрафа 690 тысяч Это потрясающая сумма То есть больше полумиллиона за какую-то картинку ВКонтакте Это потрясающе Хотя здесь очень разные я находил суммы То есть кто-то пишет 690 тысяч, кто-то пишет 100 тысяч А по последним данным 10 тысяч То есть это, я уж не знаю 10, наверное, все же лучше, чем 690 Как минимум, на 69 раз, да Но, тем не менее Возбудили часть Так как вот звучит, как все, да Часть вторая статьи 343 Уголовного кодекса Хранения с целью распространения порнографических материалов С использованием в интернете Потрясающе Причем, мне вот интересно Вот для меня это всегда была загадка Какая потенциальная угроза От распространения порнокартинки в интернете То есть какая опасность обществу Ну, допустим, я понимаю Ну, не допустим, я понимаю Почему нужно пресекать распространение детской порнографии Понятно Потому что есть больные люди, которые на это смотрят Там и совершают какие-то Их, скажем так, провоцируют, да На совершение преступлений В отношении там половой неприкосновенности ребенка Вопросов нет В данном случае на что провоцирует меня эта картинка На то, чтобы я половыми актами занимался чаще И что в этом Какая в этом потенциальная угроза обществу Для меня это загадка Что если человека нужно взыскать там Сколько-то там десятков или сотен тысяч рублей Вот даже Даже с их точки зрения По их законам Для меня это все равно загадка И я как-то шокирован был Да, конечно Ну, понятно, что Конечно Порноиндустрия Это даже говорить об этом нечего И те люди, которые борются с порнографией В 21 веке Таким-то порным способом Для меня это загадка То есть Причем даже дело не в этом Там кто-то смотрит порно Кто-то не смотрит порно Для меня загадка В чем потенциальная угроза Это вы мне объясните Вот нас смотрят, я знаю, большое количество людей Юристов, да Ну, вы хотя бы с точки зрения путинского закона Вы мне можете кто-нибудь объяснить В чем потенциальная угроза распространения порно-материалов Причем Не какое-то там печатание Какое-то запрещенное там, я не знаю Видеороликов, каких-то продаж Это понятно, пиратство называется А распространение фотографий какой-то Ничего, я вот в интернете не найду фотографию Там какой-то голой женщины Но я думаю, что Да, да, да Но это, конечно, очень странная такая тема Мне кажется, просто нужно не трогать эту тему Не разбираться порно, эротика Картинка, видео Какая разница Вот просто оставить эту тему И никак ее не трогать Хочет человек, пусть смотрит Хочет, пусть не смотрит И не знаю, это очень странно Я не фанат порно, я скажу честно Потому что я так сейчас защищаю Что, наверное, все подумают, что я фанат порнографии Я не фанат порнографии Но это факт И я не понимаю Вот для меня загадка Если мне кто-нибудь объяснит В чем потенциальная угроза Распространения порнографии Я все, я сразу буду везде искать порно И отправлять их в Роскомнадзор Если мне кто-нибудь объяснит Зачем мне это делать А в Перми пытаются привлечь По 282 статье Эдуарда Багирова Вот это действительно Замечательная новость Которая меня порадовала Я не понимаю, почему он еще жив Это для меня искренняя загадка И, конечно, вот когда нам говорят Там про какие-то Вот девушку там запорно Картинку привлекли к ответственности По уголовной статье Какие-то там сотни, десятки тысяч рублей Ей прикрутили И мы знаем огромное количество примеров Когда тут человек, будучи доверенным лицом президента Путина Заявляет о том, что нужно залить улицы русской кровью Ну, то есть это просто джаляб такой Говоря не по-русски, но все же Поэтому я думаю, что у него очень большие проблемы будут И очень скоро И для меня огромная загадка Почему они не произошли сейчас Поэтому, конечно, очень интересно Если его попытаются таким образом слить А я думаю, его попытаются таким образом слить 282-я статья И очень мне Я прям завидую тем людям, которые будут с ним сидеть Потому что вот С кем бы он ни сидел Я думаю, что ему не светит ничего хорошего И он там обещал там убивать каждого русского Который там Ну, то есть вот мне интересно Надо просто сокамерникам, да Эдуарда Багирова Показать его мемуары Его там заявления Посмотрим, как он будет убивать каждого русского Я думаю, что очень быстро Найдутся желающие с ним Подискутировать Вот это сложный вопрос Ты знаешь, найдется ли хоть один, кто выйдет в его защиту Я даже не знаю Узнаем Узнаем Вот это, кстати, интересный вопрос Я вот не смог на него ответить А он достаточно интересный Ректор МГУ доложил Путину о попадании его университета на третье место Мирового рейтинга Уступив только Этому Оксфорду И Станфорду Разница в том, что не существует такого мирового рейтинга На котором находится МГУ Причем даже их какой-нибудь выдуманный рейтинг То есть это как происходит? Знаете, как происходило раньше с рекламой Вот мы берем какой-нибудь там, я не знаю Шампунь там, какой-нибудь условный там Шампунь какой-то Шампунь А И мы видим рекламу Что Шампунь А По мнению ученых Самый классный шампунь Что происходит? Эта компания шампуней Нанимает каких-то ученых Эти ученые делают этот шампунь на первом месте И если ФАС придирается к этой рекламе То они говорят Вот у нас есть исследование Вот ученые Какие-то там Высшелюпинского научно-исследовательского института Признали, что наш шампунь самый хороший То есть это чистая заказуха Но в данном случае даже этого не сделано То есть не существует никакого рейтинга На котором МГУ находится на третьем месте Почему не на первом, я не пойму Не, я понял Ну ладно МГУ на третьем месте Но на первом должен быть Чеченский государственный университет Естественно И там в Грозном Какой-нибудь государственный университет Первая двойка Лучшие университеты мира А там потом уже Оксфорд где-то и так далее Я объясню ректору МГУ Что в единственном рейтинге Авторитетном, скажем так По учебным заведениям МГУ занимает 188 место 188, не третье Немножко, немножко не угадал Так Да, конечно Это очень известный факт У Оксфорда бюджет Нет, там не плюс-минус Там, ну по крайней мере Несколько там пару лет назад Я слышал такую информацию Что ровно в два раза больше Чем весь бюджет Который тратится на Министерство образования На образование в целом Поэтому, конечно, это известный факт Это пару лет назад было Я думаю, что сейчас еще хуже цифры Намного хуже В Петербурге Три человека на смерть Отравились стеклоочистителем Дед Мороз Вот такие вот подарки К Новому году Только вот недавно мы рассказывали Про стеклоочистители Тут люди Отравились Дед Морозом Не знаю, очень странно Это, конечно, ситуация То есть Ну, ни для кого не секрет Что все пьют этот Дед Мороз Я не пью вообще ничего Ни Дед Мороза уж тем более Не пью, да Но тем не менее То есть я думаю, что ни для кого Это не секрет Что есть определенная категория Которая всю жизнь пьет Боярышник Всю жизнь пьет всякие стеклоочистители У меня был товарищ Который пил средства Для очищения унитазов Причем при мне Вообще замечательный человек Я его трезвым, наверное, за всю жизнь Видел только один раз на похоронах И то я не уверен Он пил вообще абсолютно все Нет, это нужно было знать Этого человека А умер он Во-во-во А умер он абсолютно трезвым Переходя через дорогу Он падал с шестого этажа Там, я не знаю Ему пытались раздавить голову на машине И там что только не происходило А умер он в 27 лет Его на пешеходном переходе На зеленый свет Он переходил дорогу Идя устраиваться на работу В первый раз в жизни Его сбила машина И он умер Это, конечно, очень кочурственно Виталик, прости меня Но ты лошара Я вот даже не знаю Более глупой смерти Которую можно было придумать Я понимаю, что я буду гореть в аду За просмотр балета Щелкунчик И вот за эту фразу Но это что-то, конечно Поэтому Вот тут так же Вот здесь такие же Виталики Которые всю жизнь пили этот стеклоочиститель И вдруг Сразу начали им травиться Причем опять там метил Нашли откуда, где находит метил Метил намного дороже Чем этиловый спирт То есть это вообще не Как сказать Невыгодно В этом нет никакого смысла Почему так происходит Для меня это загадка То есть, видимо, как какой-то Все-таки есть в этом Тайный заговор Масонский, да? Как разбежать этого заговора? Ну, не пить Ни метиловый спирт Ни этиловый Ни стеклоочиститель Ни средства для очищения унитазов Стараться не падать С шестого этажа И оглядываться по сторонам Когда вы идете Устраиваться на работу Это такая Да, и вот тут люди Человек пишет про то, что там Умер от заварки Это он как раз Но он не умер от заварки Да, еще для меня такое открытие было Вот он пил и ел все, что угодно А однажды он съел чай рассыпной И его увезли на скорой помощи И нам сказали Вы можете, да, есть и пить Абсолютно все, что угодно Но есть чай нельзя ни в коем случае Это у меня вот до сих пор отложилось Ну, я не ел чай никогда Ну, не знаю Я не курил и не ел чай Поэтому люди пишут Рожачная смерть Я понимаю, что не смешно Но там, блин Ну, это вообще Вот я даже не знаю Как так можно Специально не придумать Вот ты меня посади И скажи, придумай, да Придумай специально вот такую историю Никогда в жизни не придумай И вот следующий заголовок Как к месту, да Некрасивая Это я зачитываю заголовок Информационного агентства Некрасивая и вонючая пермячка Десять раз обворовала магазин косметики Так что вот такие тоже бывают случаи В ходе Мне причем нравится здесь Бунинский слог Прям в ходе регулярных набегов На магазин косметики Стремящаяся к красоте и благоуханию дамочка Похитила несколько флаконов туалетной воды То есть тут целый Такой документальный рассказ Очень интересный В общем-то возбудили уголовное дело Десять эпизодов кражи А один почему-то квалифицировали как грабеж То есть она, видимо, своей красотой еще и угрожала Ну что такое грабеж? То есть это когда ты угрожаешь Я тебе сейчас дам в морду Если ты мне не дашь Это там, ну что-то там Какой-то товар, да Или там застрелю Или там зарежу Чем она здесь угрожала? Не красотой своей Я тебе сейчас поцелую Если ты мне не продашь что-то там Не отдашь Не знаю, очень странная ситуация Пьяного парня сняли с забора В центре С забора Центра дрессировки служебных собак Это в Саратове Произошло Вот не хотел бы я оказаться на заборе Центра дрессировки служебных собак Причем это собаки Росгвардии 20-летний парень Ночью 12 января Во время попытки перебраться в кинологический центр Поволжского округа Национальной гвардии В поселке Расково Зацепился одеждой за забор И провисел там около суток У меня остается только один вопрос Я понимаю, если бы он оттуда пытался как-то сбежать Но зачем он лез туда? И почему в этом кинологическом центре Поволжского округа никто не заметил? Или заметили А что там мужик висит? А пусть висит там Чуть-чуть позже Пойдем чай пить Не знаю, очень странно И внятно объяснить мужчину причину своего поступка В общем, он не смог В ходе дальнейших разбирательств Выяснилось, что молодой человек Уже ранее был судим по статье кражи Что он хотел собаку Я не знаю, съесть ее Мы вчера рассказывали Про людей, которые воруют собак И съедают их Это совсем не смешно Но тем не менее Так, друзья У нас подошла к концу Новостная сегодня Она такая какая-то Как анекдоты Выглядела Но тем не менее Это все то, что происходит В общем-то В нашей стране Других новостей у меня для вас нет И сейчас мы с вами будем проводить Невиданный эксперимент С пространственным временем Буквально Заключаются они в том Что я сейчас в чат Давайте внимательно Потому что сейчас наверняка будет Множество вопросов Как это происходит В чат я сейчас сброшу ссылку По этой ссылке Вы сможете перейти На отдельную страничку Там вам нужно будет скачать плагин Он небольшой И это делается очень быстро Да, вот человек пишет Сейчас ссылку даст С помощью этого плагина Вы сможете подключиться Прямо во время прямого эфира Прямо вот сюда И вас будут видеть все Поэтому Да, да Это здорово Поэтому если вы хотите Вы можете подключаться с камерой И вас будут еще и видеть все Если вы хотите Вы можете подключаться Просто в качестве звука Если вы там Я не знаю Вы не накрашены И поэтому Я с удовольствием Поотвечаю на ваши вопросы В первую очередь Давайте какой-то формат установим Что не больше 30 секунд Потому что я понимаю Что кто-нибудь наверняка Захочет вступить В какую-нибудь невероятно Интересную дискуссию О рептилоидах Или о чем-то еще Очень интересном О чем я с удовольствием Дискутирую ежедневно На самом деле нет Вот Поэтому 30 секунд Какой-то вопрос Может быть у вас есть Какое-то замечание Пожелание Мы тестируем Предложение Безусловно Мы тестируем Вот эту систему Я думаю что Мы ее будем включать И на плохих новостях Если сейчас все пойдет То будет здорово А если не пойдет То вот это все Что сейчас здесь открыто Это все Свернется Создаст черную дыру И засосет туда галактику Я надеюсь что это не случится Поэтому ссылка Вот прямо сейчас Да И друзья У меня здесь есть Такой классный рычаг Он реально нарисован Как рычаг Мне так понравилось Когда я это увидел То есть я могу нажать на рычаг И убрать кого-то Это классно Вот в жизни Такой рычаг Иметь кто-то Пришел вот сюда Вот встал И начал мне Про рептилоидов И я так Хоп И он куда-то улетел Так удобно Поэтому давайте Если там какой-то мат Перемат Что-то еще Ну давайте Не будем Просто я не вижу В этом смысла Я вас забаню И как-то и некрасиво И неинтересно Да Предлагают Не ссувать Половые органы В камеру Да Тоже нежелательно Я вас очень быстро Забаню Поверьте Это у меня На автомате Это у меня в крови Это Моё кредо Банить людей Поэтому Ой Я слышу себя Да Слушайте Какая задержка У нас большая Я только сейчас понял Так Ну что Я вам значит Отправляю ссылочку Чат И приглашаю вас В общем-то К дискуссии Ну все 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 Лечили меня В распространении Порнографии Все Теперь Это будет Это будет Тема номер один Но я думаю Это не самое страшное Вот У нас какой-то человек Появился Так Вы в эфире Добрый день Александр Добрый день Сергей Вот я вчера Был у Поторгового На канале И спросил Марка Кольферина И тебе хочу Задать такой же вопрос После революции У нас Фабрики рабочим С землю христианам Примекат Достаточно сложный вопрос Я понял Спасибо За звонок Во-первых Конечно Я прошу прощения У нас огромное количество людей Я сам не ожидал Что у вас столько будет Поэтому В первую очередь Нужно понимать Что Наверное Это вопрос идеологический Вопрос будущего Нашей страны На него должен отвечать Конечно Вячеслав Мальцев Это первое Мы говорим У нас есть программа Я советую всем Ознакомиться С нашей программой Ее в общем-то Замечательно Написали в свое время Большое спасибо Всем тем Кто это делал И кто ее принимал Поэтому я Не советую вам С ней ознакомиться Там в том числе И о национализации Крупных предприятий И вообще Очень много интересного Я думаю Что какие-то вопросы Вот именно такие Что будет дальше Я думаю Вы найдете на них ответы Именно Прочитав нашу программу Скажем так Сейчас у нас Что-то скачет Прыгает Огромное количество людей Я вас всех вижу И к сожалению Я вас всех слышу К сожалению Потому что вы говорите Все хором Вы пытаетесь для меня докричаться Вот сейчас я появился Давайте как-то Я даже не знаю По очереди Хотя это очень сложно Сейчас сказать Я с вами? Вот кто-то спросил С вами Или я Давайте вот Кто меня спрашивает С вами Или Я просто Пока еще сам Не определился Задавайте какие-то вопросы Я бы хотел порекомендовать всем Одеть наушники Потому что Сейчас у нас будет какафония ужасная Да Я не знаю Кто это сказал Но большое спасибо Очень дельный совет Я как видите Я уже последовал Друзья Я прошу прощения Я серьезно Не знаю Как это работает Мы сегодня тестируем И поэтому мы тестируем В моей программе У вас огромное количество людей Вот я здесь вижу Просто какое-то невероятное количество И вы все что-то хотите сказать Поэтому я понимаю Что это сложно Как-то сказать Там Давайте по очереди Но все же Давайте как-то попробуем Соорганизоваться И как-то по очереди Говорить Так вот Все теперь Видимо настолько культурные Что все решили Всех пропускать вперед Вот мужчина в черных наушниках Таких больших-больших Старых Красивых наушников Скажите Добрый день Альберт Новгород Привет Вот Я еще раз хочу Попросить Отключитесь Пожалуйста Отключите у себя звук Потому что мы сейчас будем здесь Слышать только код Вот И на будущее Те кто подключаются Имейте наушники Это обязательное условие Вот Очень хороший совет Действительно Друзья Давайте Если вы меня слушаете То вы меня слушаете Не через трансляцию Потому что там Большая задержка И у нас такой Эгегей Начнется в ушах Поэтому Давайте В общем-то Ставим трансляцию На паузу И слушаем меня Через это окошко Вот Я хотел сказать Что у нас в Нижнем Приверошла веселая ситуация Просто рассказать новость Нижний Новгород Значит Некий появился у нас Судья Дред Значит Я вам скидывал информацию Сейчас я себе ее найду Чтобы Сразу по тексту Вдарить Значит Некий Дред Значит Я вам Вдарю Информацию Сейчас я Скидываю Чтобы По тексту Вдарить Некто Роман Сейчас я его Открою Роман Ярцев Есть уже фотографии Его вскрыли И так далее Он стреляет По соседям Развлекается Стрельбой По соседям Астроматического Пистолета Это судья Областного Суда Нижегородского Значит Как оказался Молодой Очень человек И значит Уже кандидат Кандидатскую Диссертацию В общем Блатной Такой пацан Условно говоря В суде У нас есть Вот И решили Мы это дело Про это дело Снял Репортаж Телеканал Септи Нижегородский Но они Побоялись Назвать его Фамилию И имя Отчество Не боимся Назвать Фамилию И имя Отчество И не будем бояться Потом отснять Значит Сообщение Я уже вышел На контакт С пострадавшей Женщиной Уже имеется Ее телефон Уже имеют Ее контакты Можно будет С ней пообщаться И узнать Все подробности То есть Он открыл стрельбу Уже не первый раз По соседям Открывает стрельбу Он как правило В пьяном виде В пьяном виде Видимо все таки У него мозги на месте А он с пьяным Они у него отсутствуют Вот такой у нас Веселый судья Просто как новость Сказал Спасибо Очень интересная новость Большое спасибо И вот я прям порадовался Всеми фибрами души Я надеюсь Что именно так У нас в дальнейшем И будет проходить Общение Вы конкретно У себя в городе Понимаете Знаете что происходит Я не знаю Что у вас происходит Только в общих чертах Могу представлять И надеюсь Что вот эта система Которую мы с вами Сейчас тестируем Она поможет Доносить вот такую информацию До большого количества людей Друзья Те кто какие-то вопросы Свои задали Давайте будем удаляться Тогда Из конференции И смотреть уже Напрямую Через Трансляцию Потому что я так понимаю Что здесь есть Какое-то ограничение И часть людей Какие-то не могут Допуститься Да пожалуйста Кто-то просит Сергей буквально Во-первых Здравствуйте Сергей Здравствуйте Молодой человек Сейчас задал вопрос Я хотел бы Его номер телефона Записать Я сам Слышен он окон Буквально Во-первых Здравствуйте 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 У вас во-первых Идет Я слышу Задержку Да То есть Остановите У кого-то идет Трансляция Открыто Поставьте пожалуйста Трансляцию На паузу То есть Сам YouTube Поставьте на паузу Слушаем меня через окошко А что касается Телефона Нижнего Новгорода Я честно даже не знаю Как вам помочь Напишите тогда в чате На человек Который только что С Нижнего Новгорода Потому что я сам этого человека Только что увидел И он Из системы нашей удалился Еще Сергей Такой вот момент Я хотел бы Спросить по поводу Того что В Нижнем Новгороде Как можно было бы Соратниками связаться И как-то помочь И так далее У нас на сайте Есть форма контактов То есть Сверху написано Контакты Там написано Волонтером Волонтером Внизу Контакты региональных групп Там вы можете Найти ссылку Либо ВКонтакте Там артподготовка Нижний Новгород По-моему есть Если я не ошибаюсь Наверняка есть И если там есть Какое-то контактное пиццо С которым мы знакомы Скажем так То там есть Какой-то его контакт Либо личная страница ВКонтакте Либо номер телефона Либо что-то еще Поэтому советую Через наш сайт Это самый оптимальный вариант Спасибо Все, спасибо вам Сергею Удачи Можно секундочку Сказать Сергей Тебе информацию По поводу Организации Вот этого Разговора То есть тут Трансляция Может только Десять человек Заходить Это первое Второе Когда вы заходите Сразу микрофон Выключается И видеокамер Чтобы не было эхо Потому что Если вы смотрите Трансляцию У себя Еще в ютюбе Она идет эхом Сюда же По вашему микрофону Поэтому Еще попало Слышно Это я для всех Говорю И чтобы Сергей Тоже знал То есть вы задали вопрос Вы выходите Сразу И все Чтобы не занимать Это очень важное Замечание Потому что Сейчас Предыдущего нашего Оратора Скажем так Гостя Я удалил Из трансляции Принудительно Поэтому вы Какой-то Свой вопрос Я не знаю Реплику Пожелание Что вам угодно Вы оставили И выходите тогда И слушайте Через окно Ютуба Через трансляцию Так как вы обычно Слушаете Иначе получается Что у нас люди сидят А кто-то Кто еще не задал Свой вопрос Не может Подключиться Поэтому это Очень важное Замечание Спасибо Сережа Меня слышно Здравствуйте Да Добрый день Вы имеете право По квадратику Каждого пользователя Отключать микрофон Чтобы не было фона Да Я знаю Просто тут Такое количество Людей Которые Прибавляется И отключается Что я только Задумываюсь О том Чтобы кого-то Сделать потише А здесь уже Все Вот я даже не знаю Откуда вы сейчас Откуда ваш голос Откуда я вас слышу Откуда-то он есть Джон До А Джон До Вижу Замечательно Да Карнитура Не обязательно Если нормально Настроено Все Не обязательно Фона не будет Но обязательно Закрытие Кмо Ютубовское Это называется Хангзап Походит Сережа Из-за Я понимаю Хуторской научил То скажи Научил Это хуторской Не научил Конечно Не хуторской В общем-то Систему Эту мы еще Наверное Недели три Назад Решили опробовать Но по ряду причин В первую очередь Технического характера Этого сделать Не получалось А сейчас Вот видите Мы вроде бы Работаем Не вылетели Я кстати Не знаю Матчат Закрыт Я просто не успеваю Чат читать Я надеюсь Что в ютубе Тоже все идет в порядке Поэтому Как бы Будем надеяться Что если все будет хорошо То будем делать Вот такие Ответы на вопросы И в моей программе Время от времени И в плохих новостях Обязательно Да Это как раз Последний вопрос Будет ли у мальца Вот такой Хотелось бы задать Содержательный вопрос Да С удовольствием Мы как раз Для этого и делаем То есть сейчас Я просто протестировал Так же как у нас С донатами было Да Протестировали на моей программе Запустили на плохих новостях Здесь в общем так же Но есть ряд минусов Да Поскольку мы Через этот хендгаус Вещаем Я не могу здесь Добавлять картинки Здесь нельзя Прикрутить донат на экран Еще ряд минусов Достаточно серьезных Поэтому я не могу Обещать что это будет Каждый день Но возможно Мы выберем какую-то дату Там пятницы например Да И по пятницам В плохих новостях Будем отвечать на вопросы Через эту систему С удовольствием Сережа Тогда пожелание Уйти на какое-то время Объявить его К примеру час времени Час-полтора На это дело Да Я как раз так Мы и планируем Когда будет конфликция Со всей страны И даже С самого мира Люди зададут вопросы Интересующиеся У меня есть Славыч Большое спасибо До свидания Хорошо Спасибо Да Я вас слышу Но очень Очень тихо И пока Не очень понимаю Откуда Да Я понял Алекс Я просто пытаюсь Понять Откуда Голос Откуда Это я Просто Микрофон Откуда Так И вот У меня мама Проводником работает Так И у них ночами Короче Вы Как Яну Нет Но Его Не Уволили Но И Ну Еще Проводником Собирает По 200 По 300 Чтобы Ему На Новый Год Или На Гирожиде Подар Еще Плюс Вот Региторы Мучают Особенно Саратов И Самаровский А Год Региторы Музырят И С ним Деньги Это Собирает По 500 По 1000 Реги С каждого Рейса Это Не Часть Корр Это С этим Надо Как Бороться Или Это Не Это Стопроцентная Коррупция Насколько Это Победимо В Глобальном Смысле Там Я Не Могу Вам Сказать Что После 5 11 17 Все Будут Абсолютно Кристально Чистыми Людьми И Все Будут Дружелюбно Улыбаться Никогда Не Грустить Нигде Не Будет Войны Все Будут Сытными И Счастливыми Наверное Все Таки Нет Относительно Взрослые Люди И Мы Это Понимаем Поэтому Как бы То Что Не Должно Это Быть Системой Я Думаю Это Для Не Только Для Вас Или Для Меня Известно Я Думаю Это Известно И Абсолютно Абсолютно Верно Абсолютно Верно Очень Хорошо Спасибо 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 Большое Спасибо Спасибо Так Первая Волна У нас Так Спала Скажем Так Друзья Кто Вопросы Свои Задал Давайте Удаляться Потому Что Вот Я Вижу Молодой Человек Вопрос Задал И Все Еще За Нами Наблюдает Вот Он Испуганно Стремится Выключить Я Все Вижу Я Слежу За Вами Слежу За Вами Так Я Так Понимаю Что Первая Волна У нас Прошла Давайте Вторую Вторую Запустим И Наверное На Сегодня Последнюю Тест По-моему Прошел Неплохо По крайней Мере У нас Ничего Не Упало И Все Не Так Страшно Как Я Предполагал Вот Я Еще Раз Закидываю Ссылку В чат Потому Что Она Наверняка Куда Улетела И Жду Вашего Очередного Подключения Вот У нас Кто-то Еще Висит Дорогой Наш Товарищ Скажите Нам Что Нибудь И Вот Я Слышу Кто-то Подключился У кого На Фоне Наши Трансляции Еще Раз Перед Тем Как Подключиться Ставьте На Паузу Плеер На Ютубе Человек Который Подписан Как Алекс Сава Вы Висите С самого Начала Скажите Нам Что Нибудь Хорошее Если Не Скажете То Не Висите Это Логично Не Все Человек Решил Не Висеть В общем Наверное Правильно Еще Раз Подключился Сталин Очень Хорошо Очень Интересно Сережа Можно Еще Раз Хочу Сказать Для Всех Организационный Вопрос Давайте Вы Должны Сами Заходите Отключать Себе Микрофон Иначе Сережа Замучится Вам Включать Это Себе Хорошо Вы Это Поймите Да Спасибо Очень 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 Дельно Я думаю Мы Разберемся Это Нормально Я Сам Тут Сижу Как Профан В Еще Еще Есть У Каждого Возможность Тоже Может Выключить Еще Повторю Помимо Сережа Каждый Может Отключить Этот Микрофон Нажать На Галочку Тут Можно Блокировать И Отключить Микрофон Помогать Можете Тоже Трансляции Для тех Так Точно Тоже Помогаю Да Слушаю Вас Да Кто-то С нами Поздоровался И Пропал Да Да Это Я Продолжим Наше Замечательное Общение Да Да Также Помогаю Отключаю Микрофоны Вообще Конечно Хотелось бы Отключить Микрофон Еще Нескольким Людям Которые У нас Сейчас Заседают В Кремле Да Очень Полезная Была бы функция И рубильник Я же говорю Рубильник Рубильник Да Отцелали Рубильник А вот Я К тому вопросу Что Что все-таки Мы делаем Днем 5-го 17-го 5-го 11-го 17-го С чего Мы начинаем Какой у нас Подход К рубильнику Интересно Подход К рубильнику Хорошая Хорошая Фраза Ну Вы должны Понимать Мы об этом Говорили Я сейчас На секунду Вытащу Наушники Не буду вас Слышать Мы Вы должны Понимать Мы об этом Много раз Говорили Что ситуация Меняется Ежедневно Ежеминутно Ежесекундно Да И конечное Так скажем Представление Того Что Что будет Происходить Оно Но только В сторону Сокращения Этого Времени Друзья У нас Уже Вот Мне подсказывает Вячеслав Ставич Который Пришел Подсказывает Что время У нас На исходе Да И мы К 21 Сейчас Плохие новости Вернутся Поэтому Давайте Прям последний Какой-нибудь Вопрос А то Люди Какие-то У нас Уже Давно Висели И хотят Наверное Что-нибудь Сказать Очень емкое Выспомни Слава Здорово Серега Здорово Утомительная Тишина Да Да Приветствую Упа Упа С вами Что Упа С вами Уфа Конечно Уфа Очень серьезная У нас там Поддержка Мы слышали Об этом Неоднократно Еще Береза Здорово Здорово Так Сергей Есть Субтитры 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 Думаю Думаю Что На выходных Попробую Если Не изменится Ничего Кардинально Надеюсь Что Не изменится Поэтому Что Могу Сказать Спасибо Что Вы Нас Смотрите Прошу Прощения Если На чьи-то Вопросы Не Ответил Вас Очень Много Я Один Всем Спасибо До Субтитры